Байкал, солнце, лыжный марафон, хорошее настроение. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Но все мы с вами знаем, что лыжи – это достаточно дорогостоящие удовольствия. Так сколько нужно денег лыжникам для полного счастья? Сегодня поговорим об этом. Все? Круто, по очереди. Хорошо. Давайте. По очереди? Это означает по одному? По одному, я второй. Да. Сколько денег тебе нужно для счастья? Как ты думаешь, чтобы быть абсолютно счастливой? Для счастья мне, наверное, нужно 3 миллиона. Хочу купить себе много спортивного инвентаря, хочу приехать в большой дом и... Все? Ну, ничего не надо. С нынешними ценами ты только инвентарь купишь на эти деньги. На счастье 100 тысяч. 100 тысяч. Тебе сколько? 120 миллионов. 120 миллионов. И тебе? Мне они не нужны. Почему? Ну, тысячи три. Тысячи три? Да. А почему так мало? Что ты, пирожок себе купишь на три тысячи? Да нет, у него уже все есть. А когда эти три тысячи закончатся, будешь бедным и несчастным? Я буду работать и зарабатывать. О чем ты мечтаешь? Я стать олимпийской чемпионкой. Что тебе для этого надо? Мне ничего. Главное, чтобы были тренировки упорные. А тренировки это вообще дорого? Нет. Лыжи это... Ну, недорого. Одна пара лыжи стоит около 50 тысяч. То есть, там не говоря уже крепления, ботинки, палки и прочее. Получается это дорого, заниматься лыжами? Да. 100 тысяч зачем тебе? Купить новый дом, потому что я всегда о нем мечтаю. И купить все для спорта. Ну, уже необходимое. Времена, когда можно было за 100 тысяч рублей купить все для спорта и дом, закончились, солнышко. А вот некоторым детям для счастья нужно всего лишь сфотографироваться с Алисой Жамбаловой. Как я за них рада. У них есть такая возможность. Алиса побежит прямо сейчас. У тебя есть возможность сейчас сказать 10 миллионов рублей или 100 миллиардов рублей? Ну нет, мне так денег не надо. Почему? Ну разве что миллион хотя бы для отца, потому что он машину новую хочет купить. Ой, хороший. А себе ничего не хочешь? Ну у меня в принципе все есть. Боже мой, это так мило, когда дети такие мудрые. Есть три желания. Первое – посидеть на линейке немного. Второе – посидеть вечером на эфире с морем в сканях. И третье – посидеть на утреннем эфире с Асей Мармелад. Я просто с ума схожу от ее голоса. Серьезно? Серьезно. Татьяна Шелковникова – человек, который может исполнить все желания Михаила Усольцева. По крайней мере, Михаила Усольцева точно. Он не исполняет почему-то. Почему? По крайней мере, Михаила Усольцева. А потому что ты проешь у Мармелад, говоришь, а про нее нет. Как ты думаешь, кто сегодня в игры? Точно не я. Почему? Потому что у меня сил не хватит. Я знаю это точно. Тренируешься мало? Нет. А почему? Просто я не надеюсь на себя. Ну подожди, если ты в себя не веришь, кто в тебя будет верить? Мне надо держать, чтобы на тебя выучить. Все, давай, выиграй там всех! Миша, я устала сидеть. Можно я обстаю? А тебе сколько лет? Семь. Семь лет. Ну, а за семь лет что вообще успел понять в этой жизни? Ну, многое. Например? Например? Давай мудрость дня какую-нибудь. Ну, это вот я еще не знал. А можно без денег быть счастливым? Ну, в наше время, я думаю, нет, конечно. Это, ну, влияет все равно на жизнь сегодня. Без денег сейчас никуда. А дети считают, что можно. Ну, они еще не работали. Радио МСМ. Лариса Долина, Ани Лорак, Иннокентий Смукнуновский. АТВ.